5 марта 5 марта исполнилось 110 лет со дня гибели известного русского путешественника, организатора первой русской экспедиции к Северному полюсу Георгия Яковлевича Седова. Имя Георгия Седова вошло в историю как символ мужества, героизма, самопожертвования во имя национальных интересов. Жизнь и деятельность этого неординарного человека привлекла не одно поколение исследователей. Будущий известный русский гидрограф и полярный исследователь родился 5 мая 1877 года на хуторе Кривая Коса области войска Донского в большой, бедной и многодетной семье. Благодаря природным данным и большой целеустремленности он получил морские знания и сумел проявить себя на службе в военно-морском флоте как офицер-гидрограф. Георгий Седов участвовал в ряде научных экспедиций в Арктике в 1902 году, изучал острова Вайгач, а также проводил гидрологические работы в устье реки Кары и около Новой Земли. Спустя год в том же качестве проводил работы по описанию Карского моря. В 1902-1903 годах на пароходе Пахтусов принимал участие в гидрографических работах в Арктике Новая Земля, Карское море, острова Колгуев, Вайгач, полуостров Канен-Нос и Югорского. В 1909 году Седов участвовал в экспедиции в устье реки Колымы, изучал морские подходы. По ее окончании Георгий Яковлевич был избран действительным членом Русского географического общества и Русского астрономического общества. В 1910 году он уже возглавлял гидрографическую экспедицию к Новой Земле, где подробно картографировал и проводил гидрологические работы в Крестовой губе. И если его научная и профессиональная деятельность довольно широко освещены благодаря множеству сохранившихся источников, то о личной жизни известно не так уж много. Особенно мало известно о детстве и юности Полярника. Недостаток информации по этим темам восполняет сохранившаяся недописанная автобиография Седова, охватывающая период с 7-летнего возраста по июнь 1900 года, то есть до 23 лет. Долгое время о существовании автобиографии Георгия Яковлевича Седова ничего не было известно, и только лишь после смерти его супруги Веры Валерьяновны в 1963 году сотрудники Института Арктики и Антарктики и Музея Арктики и Антарктики составили опись документов архива Георгия Седова. Затем эти документы были переданы в научный архив географического общества. Среди них была и Седовская автобиография, которая представляла собой машинописный текст на 11 листах. В основе этого сочинения заложены детские воспоминания о жизни на малой родине. Своё сочинение Георгий Яковлевич Седов озаглавил как дневник, а в скобках поместил слово автобиография. Начинается она со слов «Господи благослови». История становления человека предопределена условиями проживания в конкретной местности и составом семьи. Здесь мы находим рассказ об истории семьи Седовых и о том, как его родители оказались на хуторе Кривая Коса. Мы узнаем поименно всех членов этого большого семейства, видим особенностью уклада жизни на хуторе. Особое внимание заслуживает его жажда знаний, которая красной нитью проходит через всё повествование. До 14-летнего возраста я не знал грамоты, состоял большей частью при отце, промышлял вместе с ним рыбу или уходя на падёнщину в поле. Он много тяжело работает, но это не обременяет его и служит поводом для гордости, несмотря на то, что ему было всего 7-8 лет среди товарищей мальчик с лу-атаманом. Сам же он, по его признанию, уважал интеллигентных, грамотных ребят. Главным образом за то, что они бойко читали все записи, которые находили на улице, а также бумажки для конфет. Захотелось мне также научиться грамоте, но не тут-то было. Отец оставил семью на три года, уехав на заработки. Мать же была слабоздоровая и зарабатывала копейки, что не удовлетворяло нужды большой семьи. Детям приходилось помогать матери всеми правдами и неправдами. Зафиксированы в автобиографии факты и впечатления. Они рассказывают не только о трудных порой драматических эпизодах его детства, но и свидетельствуют о настойчивом желании подростка выжить в непростых условиях, стремясь при этом к знаниям. Георгий вспоминает, что работая пастушком, он любил по вечерам общаться взрослыми косарями. В особенности любил слушать грамотных. Они ведь все знали из книг. Положение семьи немного улучшилось после возвращения отца. Здесь я добился того, что меня отдали в народную школу с платой полтора рубля. Было мне 14 лет. Вскоре юноша уже догнал товарищей, а через год продолжил учебу в местной церковно-приходской школе. Он зарекомендовал себя лучшим учеником. Желание продолжать обучение и стать моряком заставило молодого человека покинуть Кривую Косу. Теперь у него наступил совершенно новый этап в жизни. И, как отмечено в его автобиографии, начался он в мае 1894 года. Этот этап был наполнен важными ключевыми событиями, счастливыми случайностями, превратностями, поворотами судьбы. Юноша получил столь желаемые необходимые мореходные знания и приобрел морской опыт. Были в этом периоде и первые симпатии, обретение новых друзей, попытка помочь материально своим родителям и желание трудоустроить младших сестер. Он научился бороться с неразрешимыми трудностями, принимать важные самостоятельные решения, обрел твердость духа. В это время ему пришлось жить, учиться и работать в городах Ростове-на-Дону, Поти, Севастополе. По-разному складывалась там его судьба. Последний город, который Седов описывает в своей автобиографии, это Одесса. Именно туда он отправился с рекомендательным письмом с целью поступить в добровольный флот помощником капитана. Но там он не только не устроился помощником капитана, но и матросом не смог попасть в добровольный флот. «Деньги все вышли, пришлось сесть на голодовку. Полтора месяца я жил, таким образом перебиваясь с хлеба на квас, пока не устроился матросом в русское общество на паром «Царь», который шел в Александрию», так он писал. Заканчивается данное жизнеописание на позитивной ноте. «Я снова был счастлив». Следует признать, что описываемый им период являлся важной ступенькой в его становлении как личности и как профессионала своего дела. Он как бы подводит итоги своего детства и юности и широко открывает навстречу новым событиям и свершениям. Что же побудило Георгия Яковлевича описать свое прошлое? К сожалению, истинная история возникновения неизвестна. Прямого однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Когда же все-таки была написана она? На машинописи указана дата 1914 год, но затем цифра 4 исправлена на 2, то есть окончательная дата 1912 год. Скорее всего, это произошло в марте 1912 года. Именно тогда Седов сделал свой первый и бесповоротный шаг на пути к организации и осуществлению первой русской экспедиции к Северному полюсу. Он прекрасно осознавал все опасности и риски этого смелого предприятия. Именно это обстоятельство, по-видимому, и побудило его вернуться в мыслях к своим истокам и вспомнить и переосмыслить собственную жизнь. И, судя по всему, он был полон решимости завершить свои воспоминания полностью, но по каким-то обстоятельствам этого не произошло. Скорее всего, по причине его чрезмерной занятости в этот период, ведь он в течение полугода всецело был поглощен подготовкой экспедиции. В 1912 году Георгий Яковлевич Седов организовал первую русскую экспедицию к Северному полюсу, которая отправлялась из города Архангельска. Из-за встречи с непроходимыми льдами экспедиционное судо святой мученик Фака остановилось на зимовку на Новой Земле у полуострова Панкратьева, которая продолжалась год. В течение этого времени им был предпринят поход к побережью Карского моря, описан северо-восточный берег Новой Земли, выполнена маршрутная съемка, определены четыре магнитные и астрономические пункта. Выявлены несоответствия с предыдущими картами. Также в ходе зимовки были составлены карты острова Панкратьева, Горбовых островов, Северокрестового острова, Архангельской губы и ледника Таисии. Проведены метеорологические и ледниковые наблюдения. В этот же период Седов вместе с матросом Янютиным предпринял смелый поход на санях вдоль западного побережья Новой Земли от полуострова Панкратьева до мыса Флиссингер-Гафт и обогнул ее северную оконечность, составив при этом подробную карту. В сентябре 1913 года экспедиции удалось достичь архипелага земли Франца Иосифа и встать на зимовку у острова Гукера. Однако из-за болезни членов экспедиции в этот период проведено научно-исследовательские работы сокращенно. Второго, 15 по новому стилю, 1914 года Седов вместе с двумя матросами на трех собачьих упряжках отправился в полюсовый поход 20 февраля, 5 марта по новому стилю, от острова Рудольфа. Георгий Яковлевич скончался и был похоронен, а его спутниками на острове Ауг. Наверное, воспоминания первоначально представляли рукописный вариант и уже после отправления Седова в плавание были напечатаны машинисткой, к которой обратилась его супруга. Это могло произойти в 1914 году, и та при печати допустила ошибку в дате, которая и была исправлена впоследствии на 1912 год. Хотя не исключено и то, что машинопись была сделана самой супругой Седова. Возможно, существовавшая машинопись сделалась для будущего типографского набора, может быть, как дополнительный экземпляр для хранения. В этом случае их могло быть даже несколько. С высокой степенью уверенности можно утверждать, что Седов хотел дописать свою автобиографию до конца и опубликовать. Опыт в этом деле у него уже имелся, а его писательское мастерство свидетельствует ряд статьй, опубликованных в разное время. Однако можно допустить и то, что сама супруга Седова хотела опубликовать эти воспоминания уже после отправления супруга в экспедицию, потому-то и подготовила рукопись к печати. В редакции же могли отклонить этот материал как незавершенный, посоветовав дождаться возвращения Седова, чтобы тот закончил работу и потом уже напечатать их в полном объеме. Но этому не суждено было осуществиться ввиду трагической кончины начальника экспедиции. Справка Георгий Седов стал прообразом главного героя в знаменитом романе Вениамина Каверина «Два капитана», где сюжетную конву вплетены также обстоятельства гибели пропавших экспедиций Георгия Брусилова и Владимира Русанова. Известно, что отношение к инициативе Седова было неоднозначным в официальных кругах, ответственных за государственное финансирование экспедиции из-за его недостаточной подготовленности. В итоге основные задачи экспедиции Седова не были выполнены, но, несмотря на трагические обстоятельства и людские потери, судну Святой Фака удалось вернуться. Воспоминания одного из участников этой экспедиции, художника и фотографа Николая Пенегина, выдержали несколько переизданий уже в советское время.